Дневной разворот Вопросы такие, алкогольные или антиалкогольные? Хороший вопрос, Коль. Тут, мне кажется, есть о чем поговорить, действительно. Поговорить с нашими экспертами. У нас в гостях Сергей Прокошев, заместитель генерального директора Уржомского СВЗ по маркетингу и пиару, и Лидия Градобоева, главный технолог Уржомского СВЗ. Добрый день. Добрый день, коллеги. Почему мы вас решили пригласить? Потому что вот даже уже на муниципальном уровне снова поднимаются вопросы по каким-то мерам борьбы с алкоголизацией населения. И нас, честно говоря, я не знаю, как тебя, Коль, меня несколько удивила вот эта история, которую подняли на городской думе представителю МВД, история по приближенности торговых точек, которые продают алкоголь к образовательным учреждениям, учреждениям культуры. Я только помню реплику, что он говорит, вы вроде бы три года назад обещали расстояние это увеличить, а на самом деле сократили. Вот эту реплику я помню. Да, это на самом деле слова, это на самом деле слова, так, секундочку, слова начальника отдела исполнения административного законодательства МВД России по Кирову, Илья Ульянова. Он сказал следующее, никто не помнит, у нас в 2016 году до рюмочных какое расстояние было. Я, говорит, помню, вот я сидел на этом месте, рядом сидел глава города, я лично два заседания подряд инициировал 100 метров конкретно к рюмочным. Зачем убрали данное ограничение, спрашивает он. Я не предлагаю рестораны закрывать, у нас есть стандарт, по которому совместно с Роспотребнадзором работали и закрывали такие объекты. Если заведение открыто, а по факту это рюмочное, а там только одно яйцо с майонезом и больше ничего нет, давайте сделаем расстояние больше. Тут же ему напомнили, что пришлось привести законодательство о нашей региональной муниципальной соответствии с федеральным, и поэтому ряд запретов спал, но на самом деле депутаты городской думы поддержали вот это заявление Ульянова и отдали его в разработку, чтобы отодвинуть. История, как мне казалось, уже давно канувшая в лету. Вроде бы как решили этот вопрос, но почему-то МВД снова поднимает. Это значит, что есть сигналы, есть тревога по этому поводу, и мы поэтому хотели с этого начать, а потом перейдем на федеральную историю. И некоторые даже частные вопросы, потому что к нам обращаются слушатели, знаете, по какому вопросу? По вопросу фальсификата алкогольной продукции, в том числе и в сетях. И это нас тоже удивляет. Тоже, кажется, столько мер введено. Потому что вроде бы, да, уже введена система ЭГАИС, кажется, что всё уже, значит, совершенно до каждой точечки проверено и выверено, да, а тем не менее... Где-то, видимо, есть сбой. Какие-то сбои, видимо, система даёт или научились её обходить. Совершенно верно. Наше умение, не поймёшь. Давайте начнём с того, что я понимаю, что вы непосредственно ни открытием рюмочных, ни содержанием рюмочных не занимаетесь, но алкоголь такая тема, которая касается производителей, безусловно. Вот остались ли вообще эти самые рюмочные в городе Кирове или, может быть, даже в Уржуме? Вот сейчас из глубинки тоже хотелось бы эту тему понять. Что пили, что там пьют, если они там есть? Действительно ли это проблема? Я вот сейчас предоставлю слово Лиде Николаевне Гордобоевой. Лидия Николаевна, сейчас не как специалист Уржумского СВЗ, а как жители Уржума. Скажите, пожалуйста, вот эта проблема вообще? Есть такие заведения в районах области? Есть ли в районных центрах такие заведения? Есть ли в этом проблема, на ваш взгляд, как жительницы? Ну, вообще, то, что вы озвучили сейчас в первых своих строках, что фальсифицированной продукции очень много даже в торговых сетях, для меня, конечно, это очень удивительно, потому что уже такой контроль над нашей продукцией алкогольной со стороны государства, и столько уже проводится мер. И как сейчас оснащены предприятия алкогольные, алкогольные отрасли, это современнейшие предприятия, и на этих предприятиях, ну, просто невозможно издать что-то нестандартное, несоответствующее ГОСТам, несоответствующее требованию к каким-то показателям. Предприятия все лицензированные, которые типовые предприятия, которые есть на учёте в государстве, естественно, выпускают нормальную продукцию. И вот здесь Лидия Николаевна развернула в правильном направлении обсуждение этого вопроса, потому что когда мы говорим об официально произведённой продукции на предприятиях, мы полагаем, что есть гарантии, потому что жестокое и жёсткое регулирование сейчас идёт. А вот то, что продаётся, например, в тех же рюмочных, как это отслеживается, как это отследить? И сталкиваетесь ли вы с такими, например, сообщениями, вот сейчас к Сергею Владимировичу такой вопрос, что, например, даже продукцию уржумского СВЗ, которая вроде всем известна, уж в регионе-то точно, фальсифицирует? — Да, случаи такие есть. У нас есть даже образцы продукции. Это подделывалась водка, называется «Берёзовая роща». У меня есть образцы с этикеткой, которые… — Вот это поддельно именно, да? — Да, поддельно. — Вот это вот, да? — Там используется совсем другая бутылка. Там используется, ну, то есть видно, что это срисована этикетка. Я знаю, что производство было где-то в вязких полянах продукта. Но, собственно, на этих случаях всё меньше и меньше. — И случаев откровенного, такого криминального характера практически в последнее время нет. — Вот чтобы подделывали, да, именно вашу продукцию? — Да, да, да. — То есть такой информации нет уже сейчас, да? — Это крайне редко, крайне редко. Но что касается реализации продукции, например, того же Уржомского СВЗ в таких вот заведениях, о которых идёт речь сейчас, в рюмочных, насколько велика эта доля? Отслеживать ли вы эти поставки? Возможно ли это вообще следить? И действительно ли такие заведения рюмочные могут являться пунктами, которые распространяют такой нелегальный алкоголь? — Здесь, наверное, всё-таки история более глубокая. — Давайте копнём. — Давайте начнём хотя бы с того, что то, о чём говорили, вот сейчас упоминали заявление... — Одного из начальников ОМВД. — Да, одного из начальников, руководителей департамента. Насколько я знаю, рюмочные, по крайней мере, в городе Кирове, это такой достаточно вымирающий вид. Если вы вспомните, что происходило, например, в 90-е годы, когда, в принципе, все торцы зданий рядом со школами и так далее были заняты вот этими рюмочными, где вы рассказываете, там нет ничего, кроме рюмки водки и яйца под майонезом. Да, вот эти самые рюмочные, в принципе, они исчезли. Если вы посмотрите, их в городе и в центре города не осталось. — Вы знаете, вот это заблуждение, потому что буквально недавно, за последние несколько месяцев, в центре города появилось три новые рюмочные именно такого формата. — Смотрите. — Вывеска красивая, конечно, везде, кафе. — Возможно. — Да. — Это причём в центре, буквально в шаговой до 100. — Но если вы возьмёте, например, Санкт-Петербург, о котором мы недавно разговаривали, — Да. — Собственно говоря, там это отдельный вид бизнеса, который... — Крайне редок. — Крайне редок. — То, что открылось одно-два случая, это, собственно говоря, примеры, но это не правило. — Но тем не менее, раньше КАРС была тенденция закрывать, закрывались, закрывались, их очень мало становилось. Сейчас они снова начинают появляться. — Возможно, они появляются в других форматах. — Ну, формат, да. То есть, как бы сказать, формально, формат другой. — Ну, смотрите, меня что интересовало, почему я задаю этот вопрос, вот эти поставки в подобные заведения, это большой объём поставок продукции, например, такого завода, как ваш, или это совершенно незаметная часть? — Нет, это крайне, скорее всего, малая какая-то доля, которая может туда попасть. — И вот здесь уже, наверное, работа органов, чтобы отследить, какого качества продукция там продаётся. Я не знаю, отнесут на 100 метров или оставят на 20. Вопрос ведь, наверное, в качестве, прежде всего, Коль, как ты думаешь? — Безусловно. Безусловно, вопрос только в качестве. Но если, понимаешь, если, скажем, для такого крупного предприятия, как Уржомский СВЗ, вот эти вот поставки ватерёмочные, они не имеют существенной роли, да, как бы, ну, то есть вы от них по большому счёту не зависите. То есть у вас есть другие совершенно системы реализации, способы реализации, то, как бы, может быть, просто вообще не зависит. — Я могу сказать точно, мы от них не зависим никак вообще. — Ну, а с другой стороны, здесь ещё поднимается вот какой вопрос. Ну, это понятно, что постоянно идёт борьба с алкоголизацией населения, да, деалкоголизация, и даже прям проскакивают такие новости из западных стран, что и с вином борются там, да, и с пивом борются, с крепким алкоголем, так и подавно. И всё время поднимается вопрос о культуре питья. И когда мы говорим о ресторанах и рюмышных, это тоже вопрос культуры питья. И когда мы говорим о количестве потребляемой продукции дома, это тоже и о здравоохранении, и о смертях, это тоже культура питья. И она всё равно напрямую связана и с какой-то политикой просвещения, и с качеством продукции. Вот давайте мы на качестве продукции сейчас сконцентрируемся, потому что поскольку сейчас очень малой информации публикуется в СМИ, посвящённой алкоголю в принципе в связи с различными запретами, поговорить об этом всё равно придётся. Вот вы уже начали, Лидия Николаевна, говорить о том, что при современной системе контроля требований, лицензирования и качестве оборудования продукция, которая выходит с больших заводов, к ней уже не подкопаешься. Поподробнее, пожалуйста, расскажите, какими сейчас вас вот этими лицензиями, какими механизмами вас регулируют и проверяют? Ну, во-первых, так как наше предприятие находится в глубинке Кировской области, это Юг Вятки, это старинное предприятие, которое существует спиртового производства с 1833 года, когда Ужумский спиртоводочный завод начал свою историю в 1899 году, был запущен в 1901 году по розливу уже водочной продукции. Богатая история. И это предприятие приближено к нашей сырьевой базе. Мы работаем на натуральном сырье полностью. Мы обеспечиваем сами себя зерновыми культурами. Предприятие современное, полностью спиртовое производство находится в автоматизированном режиме, без доступа человека, полностью человек сидит у монитора в кабинке и контролирует показатели. То есть никто там с ведром бормотухи не вбежит и не разборежет, да? Оборудование все изолированное, и у производства замкнутый цикл. Нет нигде, никуда, никакого доступа человека. Оно все закрыто в схеме. Непрерывная схема производства. Перерабатываем мы на спирт, это основное наше сырье, это рожь, которую производим здесь же на территории, в основном, Ужумского района. И небольшое количество пшеницы, это 20% пшеницы. Предприятие имеет полностью замкнутый цикл, то есть от произрастания нашего зерна и до переработки отходов барды на барду, на сухой корм, который идет на потребление уже животноводства. Ужумский завод берет вот этот наш спирт, он это единое предприятие, это просто структурное подразделение спиртового производства, и мы наш спирт перерабатываем, делаем из него и крепкие алкогольные напитки, настойки сладкие, бальзамы, оперативы. Сейчас у нас в программе стоит этого года производить более слабые алкогольные напитки, то, что рынок от нас уже требует по культуре питья, то, что вы начали хороший вопрос, то, что культура питья меняется. И раз уже нам пришлось работать на этом производстве, на таком предприятии, где действительно вроде выпускается продукция, ну, не очень так здоровая для населения, для нашего будущего поколения, но пока еще наше государство не может же без этого обходиться. Да и население не может пока без этого обходиться. Да и население не может обходиться, да, как бы есть спрос, есть предложение в экономике. Ну, а качество нашей продукции, значит, контролируется каждая партия. Партией является та емкость, которая завершена к выпуску, и которая проверена лабораторией. Лаборатория аккредитованная, то есть она имеет все свойства подтверждения качества продукции на всех ее уровнях. Дальше. Вот эти... Нам показывает звукорежиссер, что надо прерваться, да, на полминуты буквально. Мы продолжим с нашими гостями, Сергеем Прокошевым и Лидией Градобоевой. Продолжаем разговор. Пить или не пить новые федеральные муниципальные алкогольные меры мы обсуждаем с нашими гостями, Сергеем Прокошевым, заместителем генерального директора Уржумского СВЗ по маркетингу и пиару, и Лидией Градобоевой, главным технологом Уржумского СВЗ. Мы задавали нашим гостям вопрос, как сейчас контролируется качество выпускаемой продукции. Лидия Николаевна начала с истории, я понимаю, почему. Вы очень давно работаете на этом заводе, и очень важно, когда само предприятие, не важно, что оно выпускает, но чтит истоки и корни, потому что традиции заставляют человека и там целыми династиями работающих людей там на заводе, да, самим изнутри... История, да, отчасти еще и репутация предприятия, поэтому как бы она гарантирует отчасти и качество. Контролирует это качество. То, что сейчас замкнутый цикл, это требование времени, другого быть не может, да. И минимальное участие человека в производстве, это тоже требование времени. Лицензирование. Я знаю, что теперь приходится получать вот лицензии и получать различные там какие-то статусы не только в рамках требований Российской Федерации, но даже по международным стандартам. Кто об этом может рассказать? Лицензирование. Это типовая процедура федеральная, которую предприятие алкогольной отрасли проходит каждые пять лет. Мы должны подтвердить право на эту лицензию, на право производства алкогольной продукции. А то, что еще влились к нам современные требования, международные. Это предприятие у нас сертифицировано в международных системах стандарта. Это система ISO 22000. Это система менеджмента качества продукции. Если раньше было только 9001, качество управленческих процессов, то сейчас мы еще сертифицированы по качеству производимой продукции. Поэтому каждый процесс прописан, отслеживается на каждом этапе и фиксируется. Я хочу один маленький только штрих добавить к этому, ко всему. Государство ввело настолько драконовские меры. Кроме того, что то, о чем мы с вами сейчас поговорили, о династиях, о том, что в принципе люди отвечают за то, что они делают, люди болеют тем, что они делают. Государство ввело такие меры, которые позволяют на абсолютно любых мелочах воздействовать на предприятие. И очень серьезным способом, вплоть до отзыва лицензий. Это в мелочах, вплоть до того, используются ли лицензионные продукты на предприятии. Используются ли лицензионные шрифты на этикетках. И вот таких мелочей огромное количество. Предприятие никогда в жизни, никогда не пойдет на то, чтобы подставить себя под удар. Это огромнейший удар. Поэтому, если предприятие лицензировано, если предприятие обладает теми системами менеджмента качества и качества продукции, оно, соответственно, выпускает отличную продукцию. И никогда не пойдет на то, чтобы в рамках него проводился какой-либо сертификат. Это слишком дорого. Как человеку определиться, вот он приходит в магазин, как ему определиться, перед ним какой продукт? Натуральный или фальсификат? Ну, здесь, смотрите, есть первый уровень, который определился, как рассказывали об этом раньше. Это, собственно говоря, этикетка. Шрифты на месте, правильно наклеены, правильно проставлены даты в нужном месте, например, колпачки. Вот такие мелочи. Но сейчас это, в принципе, все делается намного проще. У каждого в кармане есть смартфон. В смартфоне есть приложение, которое называется, например, Акциз-контроль или Алкосканер, например. Это то самое предложение, которое позволяет под тем самым штрих-кодом, который находится в федеральной ФСМ-марке, которая наклеена на каждой бутылке. Федеральная марка вот эта вот, да? Да, да, да. Федеральная специальная марка. Вот по этой самой марке определить, собственно говоря, где произведено, кем произведено. Очень просто сличить название, например, с тем, что написано на этикетке. Вы можете прийти в магазин, просто взять любую бутылку абсолютно, сканировать и понять, что она, например, не проходила через кассу до этого момента времени. Вы можете узнать, какая у нее емкость, крепость, точное название, собственно, предприятия, которое его выпустило. А когда вы пройдете через кассу, когда эта бутылка будет пробита в кассе в любом супермаркете, вот я для примера принес просто купленную в субботу бутылочку, и могу показать эти все моменты, если останется время. Мы после эфира разберемся. Да, да, да. То вы увидите, что еще, собственно говоря, эта бутылка была приобретена в субботу, в 8 часов вечера в магазине. Весь путь продукта можно проследить. Абсолютно верно. И вся эта цепочка полностью, начиная от танков, которым, собственно, разлита эта продукция, и заканчивая, когда она была пробита в кассе, это все видно насквозь. А если это будет фальсификат, то этой информации по этой бутылке не будет? Вы просто не сможете получить эту информацию из базы данных ЕГЭС. Потому что это значит, что нет в базе данных. Не будут совпадать эти два кода, и, соответственно, вы увидите, что продукция... Вы просто ничего не увидите, да? Да, ну и можно, конечно же, по внешним признакам, например, какие-то потертости, что-то не читается, например. Элементарно простая вещь. Бывает такое, что в магазине человек пришел, купил алкоголь, и, собственно говоря, не купил еще, не пробил через кассу, начал пробивать, но при этом при всем решил отказаться от части или от всего-то, и эта бутылка возвращается. Так вот, эта бутылка в систему может вернуться, по-моему, если я не ошибаюсь, то ли через 24, то ли через 36 часов. А до этого момента она продаваться не может, то есть если она прошла через... То есть если она уже один раз прошла через кассу, да? Да. И вот те вещи, которые сейчас происходят на этом рынке, уровень контроля, который осуществляется, который государство, собственно говоря, как государство следит за этим, не позволяет попасть туда к контрафакту. За исключением каких-то конкретных криминальных ситуаций, когда это делается, ну, понимаете, намеренно. Схема, когда выстроена уже, да. Да, но, честно говоря, подобные вопросы, это, наверное, даже не к нам, потому что мы с другой стороны... Вот я два слова добавлю. Да, конечно. Вот и то, что вот такая проходит сильнейшая идентификация этой продукции, да, привязка этой продукции к партии продукции, партией является какая-то емкость, из которой это разливалось, эта продукция, вот эта дает привязку еще к качественным показателям, к качественному сертификату, к качественному удостоверению, которое оформлено на эту партию продукции. То есть я могу и сертификат посмотреть? Вы здесь не посмотрите, но если вы этим заинтересуетесь, то эта привязка есть. То есть как бы ссылка на этот сертификат есть, да? То есть вообще все полностью можно узнать? Да, Лидия Николаевна заговорила о новых трендах на рынке и говорит, что меняется потребитель, меняется его запрос. В связи с этим, вероятно, приходится менять и саму продукцию, которую производят, ассортимент, который производят предприятия. Можем ли мы сказать, что выбор сейчас осуществляет потребитель, ориентируясь все-таки на крепость, и вот эта вот крепость, она градус снижается, что называется, и больше запрос на слабоалкогольную продукцию? Сергей. Я бы тут, наверное, несколько по-другому развернул эту ситуацию. Смотрите, рынок водок, он, в принципе, перенасыщен по определению. Вырасти там дополнительно... Даже несмотря на то, что предприятий стало значительно меньше. Если мы с 90-ми будем сравнивать, даже с началом 2000-х. Да, да, да. Да, и, соответственно, да, конечно же, появляются запросы. Если вы зайдете, например, в алкогольный, в любой алкомаркет, в любой магазин, вы увидите, что там появляются напитки, например, различные вискорей, которые отсутствовали раньше. Продукты, например, самогоны, дистилляты, которые... Дистилляты, да. Да, конечно. То есть вообще, в принципе, ассортимент меняется. Он расширяется, получается? У людей появляются... Во-первых, у людей появляется выбор. И это очень хорошо. Люди, собственно говоря, могут приобретать алкогольные напитки не только из, как раньше было, собственно говоря, водку, условно говоря, красную, но и все. Как тогда было два слова? Белое и красное? Белое и красное, да. Белое – это водка, а все остальное – красное. Мы никого не рекламируем сейчас. Нет, мы не говорим про алкогольный. Мы понимаем, как возникло этот бренд. Да, абсолютно верно. Ну и, соответственно, появляются тенденции, когда появляются, например, в увлечении, как это правильно сказать, люди пробуют, например, новые напитки, эти же самые дистилляты. Например, есть мода на алкоголь, когда, если раньше был ярко выражен такой водочный вкус, водочный запах, то современное, например, требование целое поколение, которое утверждает, что, собственно говоря, водочка должна быть мягкой. Например, понимаете такие вещи? Или там легкие традиционные такие настойки, наливки, вот эти вот 12-градусные, например, 12-14-градусные. Это постепенно, постепенно входит в моду. То есть меняется все-таки ассортимент такой. И завод, соответственно, выпускает уже по-другому продукцию. Да, конечно, у нас на 2019 год, в принципе, намечены разработки продуктов. Они на уровне самих продуктов, в принципе, практически готовы. Там речь сейчас замаркетирована. То есть уже запуске производства? Да, а можем мы говорить, какой объем сейчас выпускаемой продукции обновляется? То есть или, может быть, ежегодно обновляется в связи вот с требованиями рынка? В связи с требованиями рынка. Ну, это стандартная ситуация, где-то около 10%. Около 10% ежегодно. Условно говоря, ежегодно порядка 10% ассортимента обновляется, да? Конечно. Но есть же такое правило, оно очень простое. Например, один только, один, по-моему, из 10 продуктов, которые появляются на рынке, доживает до своего первого года существования. Ну и, соответственно, это естественный такой процесс, когда он выходит, исчезает. Собственно говоря, появляются новые продукты, один из них, собственно говоря, из 10 доживет до следующего года. Но у нас ситуация несколько лучше с этим. Прервемся на полторы минуты, у нас реклама, и продолжим разговор на эту тему. Ну, хотя, в общем, тема такая, культуре похода очень даже похода. Хотя, да, это совершенно верно, потому что в том числе и о культуре пятияма говорим. Сергей Прокошев, заместитель генерального директора Ужумского СВЗ по маркетингу и пиару, и Лизия Градобоева, главный технолог Ужумского СВЗ у нас в студии. Но мы, кстати говоря, раньше гораздо чаще эту тему поднимали. Я помню годы, когда у нас дня не обходилось без обсуждения новых антиалкогольных мер и каких-то изобретений, и какого-то регулирования, и достижений. Но вот сегодня мы оттолкнулись от новости, которая прошла на прошлой неделе. У МВД опять обеспокоилась, как у нас люди пьют, и что они пьют, и где они пьют. Вот эта вот мера с этим же связана. Вот это заявление, что надо отодвинуть на 100 метров рюмочное от образовательных учреждений. Те люди, которые в рюмочное ходят, они точно так же будут не ходить. Мы не уверены, что это антиалкогольная мера. Просто я хочу вспомнить, вот сегодня мы с тобой говорили, я недавно прошел на сквере, полиция милицейская просто, у меня вот глаза на лоб вылезли. Там библиотека стандартная, вот библиотека, дверь, простенок. Рядом открылся алкомаркет. Вот библиотека, вот алкомаркет. Здесь вывеска, здесь вывеска. А между ними повесили третью вывеску. Написали «Центр местной активности». Да. Ну уж если мы озаботились, где, что и как размещается. Там никакие там 100 метров, там вот полметра расстояния. Надо смотреть на эти факты. Вы сказали, Сергей, что, в общем, достаточно тесный вот этот водочный рынок и алкогольный рынок достаточно тесный. И, наверное, очень явно это было видно сейчас на последней выставке, которая прошла в Москве. «Продэксп» – это крупнейшая продовольственная выставка в Российской Федерации. Там представлены международные какие-то бренды? Да, безусловно. И международная, можно сказать, выставка. Традиционно уржумские СВЗ туда заявляются со своей продукцией. Выставки вот такие, они очень серьезные, потому что, поскольку тесный, узкий рынок, обязательно нужно о себе заявить, обязательно нужно получить либо награды, либо какие-то там контракты и прочее. Да, заодно и посмотреть, что делают ближайшие конкуренты. Что делают ближайшие конкуренты. Мы в перерыве заговорили о китайцах, но решили про китайский рынок, да, и про китайцев поговорить, что они производят в отдельной программе. Итак, что вынесли с «Продэкспа» в этом году, Сергей? Ну, в двух словах, с 11-го и 15-го я проходила выставка «Продэкспа». Это достаточно... В феврале, да, вот здесь вот буквально? Да, мы вернулись с нее только что. Это одно из самых центральных событий в стране, которая происходит в области пищевой промышленности. Собирает огромное количество, огромное просто количество организаций экспонентов, которые выставляются там. Соответственно, мы вернулись оттуда, можно сказать, с победами. Мы привезли три золотые медали за наши продукты. Мы выставлялись в конкурсе, и, соответственно, наши продукты – это бальзамы, самогоны 18-33, бальзамы, бальзам чага в новой упаковке и водка вольная получили золотые медали в своих категориях. Это, в принципе, такое хорошее достижение. Что это для производителя? Вот эти золотые медали и... Ну, золотая медаль на эсетке появится, наверное. Это подтверждение качества продукции, это уверенность в том, что мы находимся на верном пути, и то, что мы делаем, в принципе, востребовано. Потому что никто, скажем так, конкурсная комиссия, которая оценивает эти продукты, как никто другой знает о тенденциях, новинках, вот этих всех новых видениях, то, что происходит на рынке. И они оценивают, собственно, по своим критериям. Вкусовые качества, актуальность, современность, дизайн и прочие вещи. То есть сразу не только, условно говоря, эксперты там сидят и пробуют, а там смотрят уже и упаковочку, и перспективы оценивают сразу этого напитка. То есть там многосторонняя оценка идет. Да, безусловно. Да, и мы, собственно говоря, на наших продуктах, например, та же самая водка Вольная, привезли для неё золотую медаль. Это здорово. Ну, это подтверждает. Вот сейчас улыбается, сидит Лидия Николаевна. Это, конечно, приятно, что подтверждает качество. Вам, как технологу, или не знать. Видите, тут немножечко я тоже внесу подробности. Когда оценивается качество продукции, тогда упаковка не оценивается, да, и проходит закрытая дегустация. Абсолютно закрытая, чтобы оценить качество продукции. То есть пробуют, не зная, что это, да? Нет. Да, это бывает закрытая дегустация, и комиссия дегустационная, она не знает, что ей дали в закрытом виде. А вот и за это даются, да, медали, получается? Вот именно за качество продукции. А оформление продукции, это уже другой этап. Отдельно уже, да? Да, это другой этап представления своей продукции на оформление. Ну, кстати говоря, ещё одна тема, которую, я уверена, нам предстоит обсуждать в этом году, это упаковка. Причём упаковка в новом её ракурсе. Не в трендах внешней, визуализации внешнего вида, а, скорее всего, в трендах мусорной реформы. Поскольку пока не добрались, не добрались до производителей, которые используют упаковку. Вот сейчас большие глаза такие сделал, Сергей, но я уверена, что будет вот такая история. Прямо подвожу к ней плавно, потому что... То есть решила напугать заранее. Потому что нет, наверное, договориться, чтобы обращали на это внимание. Потому что мы можем что-то упустить, а производители первые об этом узнают. Ясно абсолютно, что к производителям обратятся, те, кто использует упаковку, неважно, какая она, стеклянная, пластиковая, бумажная, точно будут какие-то требования по этому поводу. Пока вообще никаких шевелений здесь нет, я так понимаю, да? Никаких на законодательном уровне, даже на уровне высказаний, в сторону производителя про упаковку посланий нет никаких. Нет, Сергей, да? Скажем так, там, по-моему, ничего кардинального не поменялось пока. Пока ничего кардинального не поменялось. Это важно просто понять, потому что всё равно про возвратную тару, про переработку тоже всё время говорят. Сам завод над этим не задумался, может быть, вам какой-то там уже есть в планах перерабатывающий заводик, мусороперерабатывающий построить и принимать эту тару или нет? Вот этот рынок вообще пока для вас не интересен. Если честно, мы работаем со стеклом. Если честно, для меня сейчас эта ситуация не настолько важна. Почему? Потому что урон, который наносит упаковка, которая выбрасывается в природу, в принципе, минимален. Стеклянная? Конечно, конечно. Она не взаимодействует никаким образом на химическом уровне, собственно говоря. Мы за песок, собственно говоря. Со средой это песок, это песок, конечно. А само предприятие, где вот получается бой отхода стекла, у нас заключён договор со стекольными заводами. А вот, вот расскажите. Этот бой мы возвращаем на стекольные заводы. А куда вы поставляете этот бой? Те поставщики, которые нам и привозят. Они вам привозят бутылку, а если вы получаете бой с этой партией, вы им возвращаете эту историю. На переработку. На переработку. То есть тоже получается, своего рода, замкнутый цикл такой. Да. Поэтому отходы стекла, они хранятся в специальных контейнерах, они изолированы, они закрыты и так далее. Поэтому с точки зрения экологии здесь не настолько большая проблема, как, например, там, я не знаю, БОП-плёнка или там БЭТАР или что-то такое. Полиэтиленовые пакеты, в конце концов. Это не такая история. Ну, ещё про федеральные меры мы собирались сегодня поговорить, и этот вопрос мы анонсировали. Очень активно поднимался вопрос с Минздравом Российской Федерации по изменению возраста продажи алкоголя с 2018 до 2021 года. Минздрав уже работает над законопроектом, и это положение может вступить в силу уже в 2020 году, в следующем практически. По данным ВЦООМ, такую инициативу поддерживают 78% россиян. Эксперты отмечают, что это затормозит развитие алкогольного рынка в России, и сейчас производителей уйдёт в тень. Между прочим, вот мы сегодня говорили с вами о нелегалах, да, а число граждан, пытающихся получить алкоголь кустарным способом, увеличится. Вот это общий тренд мировой, да, когда продажа алкоголя с 2021 года разрешается. Вот этот вопрос вами, экспертной группой, обсуждался. Действительно ли может нанести урон такое законодательство, такой закон производителю? — Давайте начнём с того, что есть несколько мифов, которые существуют. Например, о том, что Россия сильно пьющая, очень пьющая страна. Это сложилось прямо, эта история появилась, наверное, в 50-е годы 20-го века. Но если брать чуть-чуть дальше, то есть ещё взять, уйти в историю ещё лет на 60, мы поймём, что, собственно говоря, Россия занимала по потреблению алкоголя в абсолютном выражении второе место в мире. Но это второе место было с конца. Меньше потребляла только Норвегия. Но после неких событий, которые произошли в нашей стране, там, две революции, собственно говоря, гражданская война, Первая мировая война, Вторая мировая война, коллективизация, Ну, то, что тот каток, который прокатился по нашей стране, собственно, привёл к тому, ещё с помощью новой культуры кино, собственно говоря, привёл к тому, что 50-е годы явились так называемым пиком потребления. После этого потребление в стране снижалось. И мне кажется, что сейчас мы просто возвращаемся к тому самому уровню потребления алкоголя, который был. Естественно, производители адаптируются. Понятно, что не все адаптируются. Но как раз то, о чём мы с вами говорим, о том, что люди пробуют другие напитки, появляется другая культура потребления, например, я не знаю, сейчас ли озвучивать, это длинная история, можно просто отдельно говорить. Но со временем, собственно говоря, мы придём просто в своё нормальное состояние. Поэтому говорить о том, что сейчас, например, какое-то сильное воздействие, например, алкоголя, оно снижается постепенно. И то, что государство принимает какие-то меры, которые к 2020 году собираются ввести этот порог, ещё раз, мы в нормальном состоянии просто вернёмся. Мы всё-таки о детях заботимся. Вы к этому порогу готовы, вот к увеличению, да, к росту этого порога до 21 года? Ну, нам, скажем так, нам придётся к нему приготовиться, это однозначно. Вот ты, Коля, как считаешь, это хорошая инициатива? Безусловно, хорошая инициатива, я думаю, что... В конце концов, на самом деле, большинство стран мира давно уже ввело 21 год, а некоторые... Даже дело не в большинстве стран мира, а дело в том, как мы воспринимаем свои будущие поколения. В какой... в каком мире мы хотим, чтобы жили наши дети? Это нормальная ситуация. Нет, просто... Потребление меняется со временем. Когда думают, с какого возраста это можно делать, ну, всё-таки, я почему говорю, смотрю на другие страны мира, что люди этим давно уже озаботились, и где-то уже к этому пришли, и нормально совершенно, и существует там промышленность, и существуют и магазины, и люди выпивают там, когда им это хочется сделать. То есть вполне нормально, мне кажется, в 21 год вполне нормально. Ну, ещё одна тема, у нас две минуты до завершения эфира. Это форматы продажи алкоголя. Одна даже минута. Может быть, мы её просто озвучим, а вы, коллеги, скажете, интересно или нет, и мы тогда разовьём её в каком-нибудь следующем эфире. То есть форматы продажи алкоголя. Опять же, мы много сейчас ездим и сравниваем с другими странами. Есть страны, где алкоголь крепкий, свыше там 3-5% продаётся только в алкомаркетах, о которых мы говорим, которые только на алкоголе специализируются, и они строго работают по определённым дням и даже часам. А продуктовые магазины только слабоалкогольные напитки до 2-3 градусов продают, и там пиво такое есть, и вино даже такое есть и прочее. Есть страны, где вообще никакого алкоголя нет, кроме алкомаркетов, и там выходные дни не работают. Наша страна, мне кажется, в последнее время идёт по какому-то другому пути. Может быть, возраст и повышается, там, покупки алкоголя разрешённой. Но зато магазинов, которые продают алкоголь, вот всё больше и больше на каждом буквальном шагу. И сетевых магазинов, и частных магазинов, сетевые магазины преобразуются в магазины у дома, работают достаточно долго, но вот буквально до квартала не пройдёшь, чтобы встретить несколько магазинов в разном формате. И причём подвальные помещения снова стали занимать магазины, чего очень давно не было, которые продают алкоголь. Вот эта история волнует производителя или нет? Это тоже вас не касается, мы производим, а уж как она продаётся, это всё не ваша история. — Хороший вопрос. Естественно, эта тема волнует. С чего мы начали наш разговор? Мы говорили о том, что есть некие возражения о том, что необходимо с точки, продающей алкоголь, отнести от школ, отнести, собственно, подальше от учебных заведений и так далее, от абсолютно верной ситуации. Вопрос в том, что, скорее всего, это обсуждается не на том уровне сейчас, потому что, насколько я знаю, по моей информации, это обсуждается на федеральном уровне, и это будет, собственно говоря, просто внедрено... — Федеральным законом. — Федеральным законом. — Поэтому, собственно, сейчас... А в пользу кого делается это дело? Ну, естественно, это в пользу, опять же, это в пользу людей это делается, это в пользу детей и населения, собственно. — В пользу молодых людей, в первую очередь. — В пользу молодых людей это в первую очередь. А о том, что, собственно говоря, магазин будет просто перенесён на какую-то дальше, ну, конечно, затронет чьи-то интересы, но, в общем, это не настолько, я считаю... — Актуально сейчас, да? — Да, да. — Спасибо нашим гостям. Мы эту тему будем, естественно, отслеживать и развивать. Вот Сергей Прокошев сказал, что, скорее всего, и на федеральном уровне будет обсуждаться вопрос количества торговых точек, которые торгуют алкоголем, и где они находятся, в какое время работают, и будут ставиться рамки. Благодарим наших гостей с Уржомского СВЗ. Сергей Прокошев, Лидия Городобоева. И дневной разворот завершён. Николай Голиков и Светлана Занько. Я вернусь через 20 минут в программе «Особое мнение» с Владимиром Костиным. «Особое мнение» с Владимиром Костиным.